Это мероприятие первое в обширной программе сотрудничества России и Франции до 2017 года. Сегодня своим опытом делится российская сторона. Краснодарский край местом проведения международного семинара выбран не случайно. На Кубани с 2008 года действует проект прогнозирования потребностей в кадрах. В крае уже накоплен большой опыт и есть положительные результаты кадрового прогнозирования, в том числе и в рамках проведения Олимпийских игр. Результат вот такого прогноза в преддверии Олимпийских игр, он был очень нужен и безусловно помог нам спрогнозировать, какое количество и каких специалистов нужно привлечь на территорию Сочи. И безусловно прогноз, который ежегодно проводится, он помогает органам образования, учреждениям образования определиться с объемами и профилями выпускающих специалистов. Главный итог работы программы, как отмечают специалисты, количество юристов, экономистов и управленцев, обращающихся в службу занятости, уменьшилось. Потребность в кадрах в Краснодарском крае рассчитана до 2020 года. Больше всего край будет нуждаться в неквалифицированном труде – в водителях, поварах и слесарях. А также среди специалистов с высшим образованием больше всего не хватает врачей, учителей, инженеров и технологов. Нехватку тех же специалистов испытывают и во Франции. Зарубежные коллеги подчеркнули для себя немало интересного в российском опыте. Что интересного подчеркнул из опыта России – это то, что министерства и ведомства напрямую работают с предприятиями и муниципальными образованиями, чего во Франции не практикуют. Кроме того, у наших российских коллег вся информация о рынке труда консолидируется на уровне регионов и передается уже в консолидированном виде Министерству образования и Министерству труда. А задача Министерства труда заключается в том, чтобы лучше ориентировать молодежь в выборе специальности. Во Франции тоже есть такой опыт. К слову, на сегодняшний день во Франции около трех миллионов безработных. В среднем каждый, кто обращается в службу занятости, получает пособие от 800 до 1500 евро в месяц. Впрочем, о том, как решают кадровые проблемы во Франции, участники семинара узнают завтра. Кроме того, им предстоит увидеть Центр занятости населения города Сочи, где с ними поделятся методами информирования населения о направлениях и услугах службы занятости. Галина Захарова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.